Добрый вечер, дорогие друзья! Я по-прежнему новичок в эфире, поэтому уже меньше, чем в первый раз, но во второй, тем не менее, прошу меня простить за всякие ляпы неточности и неправильные нажимания кнопок. Заранее хочу сказать, что у нас есть телефон прямого эфира, который мы включим чуть-чуть позже. Это код города 495 Москва, номер 6510996. Либо писать на сайт Винам.фм. Кроме того, есть смс на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пропил. О чем я хотела бы поговорить сегодня? Да, в общем, о том же самом. Хотела сказать тому товарищу, который мне написал в мой живой журнал о том, что доншифтинг – это совсем не то, что я имею в виду. Вот если бы Прохоров пошел сажать цветы или занял с помощью, больным животным, будучи изначально Прохоровым, тогда это доншифтинг, а все остальное – это ерунда. И даже если человек такой, как был у нас первый раз гость, Константин Седух, он получил диплом юриста, а потом стал больничным клоуном, это, мол, не канает, потому что он, видимо, чувствовал, что будет плохим юристом. Ну, может быть, и так. Может быть, Костя и почувствовал, что он проиграет в конкурентной борьбе всяким там кучеренам и прочим людям с широкими лицами. Но в любом случае человек, который не счел для себя позорным заниматься помощью людям, тем, чтобы веселить больных детей и так дальше, он, с моей точки зрения, достоин самых лучших оценок, независимо от того, стал бы он удачным юристом или неудачным юристом. Вот я хочу предварить наш сегодняшний разговор небольшой личной историей, которая со мной произошла в прошлом году и так, в общем, очень сильно сказалась на моем восприятии мира. Дело в том, что в прошлом году я побывала на могиле своего деда. А дед был солдатом. Он пропал без вести в самом начале Великой Отечественной войны. И бабушка получала всю жизнь одни и те же отписки. Пропал без вести, новых сведений не обнаружено. Через мемориал два с половиной года назад я нашла могилу деда. Это в концлагере Бергенбильса под Ганновером в Германии, в той ее части, которая когда-то считалась Западной Германией. И вот в этом году, в том году, прошу прощения, в октябре месяце я туда поехала. Поехала я туда не сама, а с помощью немецких волонтеров, которые заботятся об этом кладбище, более того, приветствуют, принимают, возят и всяко любят родственников из России, тех людей, которые там похоронены в братских могилах. Собственно, вот этот вот Петер, этот замечательный немец, с которым я списалась, и с его женой русской женщиной Аллой из города Екатеринбург когда-то, они мне там помогали. Потом я как с Петером разговаривалась, что да как, да каким образом он этим всем начал заниматься. Понятно, что русские военнопленные это через Аллу, а до этого он тоже был в кружке, который как группа волонтеров занимался другими различными военнопленными и гражданскими лицами, которые погибли в этом кошмарном лагере. А он знаменит этот лагерь тем, в частности, что там в 44-м году умерла Анна Франк. И Петер начал рассказывать мне о себе. Он говорил, что он такой-то такой-то простой парень, работает в фирме некой, которая занимается тюнингом каких-то немецких машин, то есть, наверное, Мерседесов, БМВ и Ауди, какие еще немецкие машины, все хорошие. Но, тем не менее, в тюнинге они, видимо, нуждаются. А еще он играет на ударных в каком-то ансамбле, а еще он занимается вот этим вот делом, заботой о могилах военнопленных, погибших в концлагере Берген-Бельсен. Я очень как-то воодушевилась, потому что вот этот Петер, это есть то, о чем я бы хотела мечтать на территории Российской Федерации. То есть, чтобы человек, который занимается какой-то обыкновенной, хорошей, уважаемой и так далее, работой, он после работы не ушел пить пиво, там, смотреть кино, исключительно, то есть, конечно, можно. И это, но все-таки вот какие-то общественно-полезные дела кандовы выражаются, но, тем не менее, других слов в нашем языке нет. Вообще русский язык, как я отметила, беден на термины, в которых можно говорить и о гражданском обществе, и о благотворительности, и о помощи людям. Иногда я прям вот, мне казалось, что нужно обязательно говорить что-то по-английски, потому что по-английски проще. Вот, тем не менее, об этом Петере я вспоминаю каждый раз, когда смотрю на людей, которых, наверное, не нужно называть дауншифтерами, конечно, опять же, нет русского слова, но на тех людей, которым нравится заниматься чем-то, кроме их основной работы. Таких людей много. Нам кажется, если мы тупо смотрим вокруг себя, что никто никому не помогает, что все холодные, расчетливые, борются за место под солнцем и так дальше. А оказывается, что таких людей очень-очень много. И вот, собственно, цель моей программы вам их показать, вам о них рассказать, самой от них зарядиться и каким-то образом сделать так, чтобы их стало больше. Ну, по крайней мере, это уже совсем такая цель, которую мне очень хочется поставить перед собой в жизни. Ну, а данная программа это одно из немногих средств, которые я хотела бы использовать. Вот сегодня я представлю вам еще одного замечательного человека, абсолютно успешного в жизни, потому как еще один миф, который существует в среде наших сограждан, это о том, что все, кто занимаются добрыми делами, прям как старух шпагляк, думают наши граждане, что хорошими делами прославиться нельзя. Вот обязательно добрыми делами занимаются несчастные, убогие, у которых не сложилась личная жизнь, у которых какие-то там катастрофы супер нехорошие в жизни произошли. И вот это единственное, в чем они находят вдохновение своей души. Кстати сказать, вот недавно, когда мы ездили поздравлять людей, медсестер и помощников в первый московский хоспис, я увидела там объявление о том, что в качестве волонтеров даже не принимают на работу тех, у кого недавно умерли от рака родственники. Потому что человек не должен воспринимать чужое горе как собственный, как бы сказать, собственный уход от своей боли. Да, вот этим хуже. Эти тоже мучаются. А вот это вот то, чего не должно быть. То есть добра должна быть личной, очень четкой и ни в коем случае не связанной ни с чьими, чужими бедами здесь и сейчас. Вот, то есть, таких людей, которые сами страдали в недалеком прошлом в качестве волонтеров, не берут, потому что боятся, что они идут не ради других, а ради себя. Для того, чтобы найти какое-то вдохновение и забыто, если угодно. Ну, так вот, гость, моя подруга Таня, Татьяна Краснова, Таточка, как мы ее все называем, очень знаменитый в ЖЖ человек. У нее такой ник Веспро. Пишется через не W, не W, а просто V, как Виктори. Вот, замечательная дама, которая абсолютно успешна в жизни, у нее замечательная работа, она преподает английский язык на журфаке МГУ, и там, по-моему, даже какой-то чуть ли не методист на кафедре, ну, в общем, это она расскажет, если захочет. Помимо всего прочего, у нее чудесный муж, взрослая и красивая дочь. До недавнего времени были домашние животные, после их кончины она новых себе решила не заводить. И, как она писала, и о себе когда-то, наверное, о своей маме недавно решила скорбить об усопших в одиночестве. Вот, но к тому я говорю, что это абсолютно человек, который считал себя бы нормальным, удачливым, хорошим, со всех таких банальных точек зрения. И вот это вот непонятно, с чего взявшаяся идея пойти заниматься помощью другим людям. в частности. Татьяна Краснова является соучредителем фонда «Галчонок», который помогает детям с проблемами с центральной нервной системой. Это вообще тяжелейшая штука, то есть, это то, что не проходит никогда и требует помощи постоянно. То есть, если родился ребеночек с ДЦП, детским церебральным параличом, то, скорее всего, до конца года жизни он так и не научится. многому тому, чему его сверстники учатся по ходе и не замечая того. И их родители, соответственно, тоже. Кроме того, Татьяна является куратором даже не знаю, как проекта «Конвертик для Бога». А «Конвертик для Бога» абсолютно уникальная вещь, потому как собирает в нашем нетолерантном обществе денежки на лечение больных детей из стран СНГ. Ну, понятно, да, все центры высокотехнологичной медицины всегда находились в Москве, Петербурге, ну, может быть, в Киеве еще. А вот эти ребята из Ташкента, Душанбея, дальних кишлаков, Армении и так далее, они все равно все ехали в столицу для того, чтобы своих детишек вылечить. Вот сейчас мы должны прерваться на полминуты, потому что наши продюсеры хотят поставить промо для того, чтобы иметь паузу в эфире. А я вам должна напомнить, что наш код по-прежнему 495, и если вы хотите звонить по телефону прямого эфира, то вы должны набрать 6510-996 или писать на сайт Финам.фл. Ну вот, деньги, новости, рок-н-ролл, а мы тут опять про свои богоугодные дела. Ну так вот, про галчонка я рассказала, про конвертик для Бога начала. Вот конвертик для Бога собирают денежки для лечения детей из стран СНГ, которые, казалось бы, дети тех самых таджиков, узбеков, над которыми мы так много ерничаем и которых, вроде бы, даже не любим, потому что понаехали тут. А Татьяне удается это все делать, а вот каким образом она дошла до жизни такой, почему она в свободное от предавания английского языка время. А мне так кажется, что английский язык она скоро забудет, потому как так много занимается галчонком и конвертиком для Бога. Вот каким образом это произошло, когда все началось, мне бы хотелось ее очень сейчас расспросить. Добрый вечер, дорогая Татточка. Добрый вечер, вот всем добрый вечер, очень рада всех вас приветствовать, на самом деле, очень приятно мне быть в этой студии и приятно видеть Иру красивую в наушниках. Вот, на самом деле, я по поводу дауншифтинга хочу сказать. Вы знаете, наверное, это не совсем дауншифтинг, прав был ваш этот корреспондент, который тебе писал, конечно, я просто слов не знаю. На самом деле, это не совсем дауншифтинг, но знаете как, каждый человек, который добился определенного успеха, перед ним, ну, просто как-то устроился в жизни, нормально существует, живет в нормальном доме, работает нормальную работу, то перед ним может стать две цели вот в определенный момент. Либо мы начинаем коллекционировать купюры, ну, с благой целью собрать их всех по номерам, разложить аккуратно, да, вот, либо мы смотрим вокруг и понимаем, что мир не состоит, в общем, только из этого. Да, я приостановила свою карьеру, например, я, наверное, уже никогда не защищу диссертацию. Ну, или завка оптеры не станет. Нет, нет, не стану, абсолютно диссертация станет тебе защитной, вот, я выбрала какой-то другой способ, так сказать, существования. В этом смысле, конечно, это легкий дауншифтинг. Вот, ну, и да, можно было за это время заработать больше денег, на самом деле, на себя лично, на свои, как бы, потребности. Но, вообще, как выяснилось, в жизни есть другие удовольствия. Вот. Но каким образом ты пришла к мысли, в каком возрасте, что они есть, эти другие удовольствия? Шесть лет тому назад меня к этой мысли привела моя замечательная студентка, которая пришла работать в российскую детскую клиническую больницу всего-навсего волонтером, на самом деле. Вот. И она однажды позвонила мне буквально со слезами на глазах, нашла в коридоре в больнице мамочку, которая привезла украинского ребенка на операцию. Точнее, она привезла его на обследование, а тут ей сказали, что, как хорошо, что вы вовремя успели. 80 тысяч мы вырезаем из головы опухоли, дальше ваш ребенок, как новенький, дальше шествует по жизни счастливый и довольный. 80 тысяч у нее, видимо, У мамы было 5 тысяч рублей, и она считала, что она кум-королю. 6 лет тому назад она, значит, вот приехала так вот с Украины, из Украины, извините. Вот. Ну и в итоге мы собрали за 3 дня эти 80 тысяч. Как ты это делала? А я написала в интернете, тогда у меня уже был блог в живом журнале, я написала в интернете о том, что, дорогие ребята, вот так вот сидит мама в коридоре и плачет, давайте что-нибудь сделаем. Еще у меня были приемные экзамены в этот момент на журфаке МГУ, я пошла к своим коллегам со словами коллеги, опять-таки плачет мама. Вот. И коллеги совершенно внезапно очень расчувствовались и расстегнули кошельки, и мы собрали 80 тысяч за 3 дня. Татьяна, но ведь не секрет, что собрать деньги, дать деньги проще, чем организовать их сбор. Ир, это замечательно, на самом деле, это действительно проще, и я хочу сказать вот что. Моя главная мысль, вот, к которой я обращаюсь ко всем окружающим меня людям, есть волонтеры, есть те, кто приходит работать в хоспис, те, кто приходит работать без корыст, ну вот мы с тобой были 2 января в хосписе, мы видели чудесную женщину, кто она по национальности? Она голландка. Голландка, которая приехала сюда, и вот уже 10 лет она работает в хосписе с нашими умирающими. Да, и за это время она много-много раз спросила о российском гражданстве. Да, кстати. Потому что каждый раз она не может получить визную визу быстро. Это видимо... А у нее там умирающие в хосписе, знаете ли. Это видимо не так круто, как депардье. Это видимо потому, что она не депардье, да. Ну, значит, как бы, слава богу, она не депардье, поэтому, в общем, вот, вот бывают такие волонтеры. То есть человек, который берет свою жизнь и целиком ее относит в хоспис и дальше живет эту жизнь там. Я хочу сказать, не всем дано. И не всем надо. Нет, и не всем надо. На самом деле, вот, знаете, она реально мать Тереза, а я нет. И я знаю людей, которые еще в меньшей степени мать Тереза, чем я. И я знаю, что я могу организовать, отнести в больницу, посидеть с ребенком, посидеть с мамой, утешить маму, как могу. Я это могу. Это в моих силах, на самом деле. У очень тоних людей граница проходит раньше. Они не могут. И я решила, что будет здорово, если у них тоже будет возможность помочь. Они приносят свои деньги, они чувствуют себя здорово, потому что они помогли, на самом деле. И я им рассказываю, куда это все пошло, показываю фотографию ребеночка. Если все нам удалось, то вот фотография была, вот фотография стала. И люди чувствуют, что они на самом деле... Тут очень много тонких и трагичных моментов, потому что не секрет, что собрать деньги на ребенка больного раком, который, так скажем, скорее всего выздоровеет при новых технологиях и так далее, но шанс велик. Если нет, если этот ребенок умрет, тебе же потом могут сказать те самые, кто приносил тебе деньги, ну что же вы, Татьяна Викторовна, какого-то неправильного ребенка нам выглядели? Я никогда не вру, на самом деле, ну по крайней мере вот в этой области. И всегда, когда врачи говорят, что скорее всего не спасут, я честно говорю людям, что скорее всего не спасут. А меняются отношения людей? Знаете, я вам вот что хочу сказать, ребята, на самом деле то, что мы умудрились за эти 6 лет, вот по крайней мере, люди, которые вокруг меня есть, и я поняла, и они поняли одну важную вещь, что у года человеческой жизни нет стоимости. Она стоит, вот весь мир стоит, год человеческой жизни. Мы похоронили мальчика, про которого мы с самого начала знали, что он умрет. Я знала диагноз, это не лечится, нигде в мире не лечится, к сожалению. За тот год, что мы его тянули, мы очень много вложили в него денег, вот так я прозаически скажу. За этот год он научился читать, а потом он научил читать младшего брата. Он покатался на кораблике по Москве-реке, он видел салют на Красной площади, мы купили ему какую-то там мега-приставку, не знаю, какая-то это фигня детская, которой кнопочки нажимать. Он был совершенно счастлив, играя в эту приставку. То есть, понимаете, он прожил счастливый год. Сколько стоит счастливый год жизни? Можешь что-нибудь сказать? Ну, видимо, нисколько, потому что бесценен. Да, совершенно верно. И, как вам сказать, просто срок, который... Хорошо, это был год. Понимаете, но жизнь такая штука интересная, никто не знает, что будет с ним завтра. Поэтому, да, вот это был год на самом деле, этот год мы купили. Скажи, пожалуйста, а кто приносит деньги, кто помогает? О, вот это на самом деле самое интересное из всех. Центр нашего конвертика для Бога, такая центральная его часть, это, да, ну, скажем так, интеллектуальная элита, я бы так сказала, самая центральная его часть. Это люди из консерватории. Вместе со мной основали этот конвертик для Бога две девочки-органистки. Органистки. Вот. Это переводчики, это журналисты, это преподаватели. Это довольно много сейчас пенсионеров, да, к нам приходят действительно бедные несчастные старушки, которые приносят 100 рублей. Но на самом деле много лет тому назад, уже лет 5 тому назад, у меня было замечательное явление на нашем сборище. Мы собираемся в кафе, вот, и на это сборище в кафе внезапно к нам пришла безумная красная девушка, я думала, что ей лет 16, оказалось, что немножко больше, у нее оказалось ребеночку 16, вот, которая просто-напросто оставила нам на столе 5000 евро. Вот, то есть, когда я открыла этот конверт, я закричала, ребят, ловите ее на сумасшедшее. Выяснилось, что она не сумасшедшая ни разу, просто на самом деле у нее очень-очень-очень состоятельный муж. Он таки просто-напросто олигарх какой-то там. Понимаете? И она при этом, в общем, будучи вот безумной красы, нежнейшей девицей, вообще невероятной, понимаете? То есть, она при этом нам помогает. И вот уже которого ребенка она вытащила с того света своей помощью, потому что казалось бы... Как ее зовут и кто она? И давала ли она тебе право об этом рассказывать? Нет, она не давала мне право об этом рассказывать, поэтому скажу, зовут ее Лена. Вот, фантастическая, совершенно фантастическая краса Лена, которой я безумно благодарна по очень многим разным поводам. Мы теперь дружим. Вот такая вот Лена изумительная. А что за кафе, в котором вы собирались? А вот это отдельная большая прекрасная история. Это называется Дрова. Сеть ресторанов Дрова. Вот. И человек, который владеет этой сетью ресторанов Дрова, не просто пускает... Надо понимать, кого он пускает в свой ресторан, да? Это компания из... Проходной двор. Это я была у вас один раз. О, да. Это 30-35 человек, которые сидят за столом, ничего не заказывают, а пьют чай. Постоянно ходят какие-то левые люди с какими-то купюрами. Полный табор. Приходит и уходит. Полный табор, потому что один принес подгузники, другой принес теплую одежду для ребеночка, третий принес матрасик сложенный, и все это, значит, лежит в куче вот так вот вокруг этого. А еще сидит тетка и считает деньги. Абсолютно. Да, значит, сидит тетка и считает деньги. То есть, понимаете, табор. Вот. Прощай, мой табор пою в последний раз. Так мало того, что он нас пускает, он дает нам 25% скидки. И... Зачем? А вообще, да, вот так вот. Вот. То есть, на самом деле, каждый раз, когда мы оттуда... То есть, мы на конвертике пишем имена тех, кто принес деньги. Ну, просто имена, чтобы отдать маме конвертик. Мама потом на стенку его вешают в больнице. Мы каждый раз пишем хозяйность... Мама из маленького какого-нибудь заброшенного города, который совершенно не ожидает, что эти бездушные, холодные... А москвичи, которые такие просто, ну, невероятно напыщенные, они могут вот это сделать. Вы бы видели, что происходит с мамами. Когда мамы читают, на самом деле, при мне папа из азербайджанской глухой деревни читал этот конвертик. Когда он прочитал, что там люди из Израиля, он мне сказал, как это может быть? Этого не может быть. Как это? Люди из Москвы, откуда они меня знают? Я говорю, ну, я про тебя рассказала, теперь они тебя знают, на самом деле. И вот все эти люди теперь считают, что мы реально их семья. Вот. Так что, вот так. В частности, вот хозяин сети ресторанов дрова. Огромное ему спасибо. Просто вот... Да, ну и кроме всего прочего, я должна сказать, что... Вот я сказала раньше, что все границы проходят в своем месте. Вот у меня границы проходят в районе кошек и собак. Ну да, я знаю, что ты можешь видеть и слышать что угодно, но только не раздавленного котенка. Нет. Вот про раздавленных котенков я не могу. Вот тут проходит моя граница, я не в силах это сделать. Но каждый раз, выходя из ресторана дрова, я в ящик стеклянный, там у него стоит, знаете, справа стеклянный ящик такой, на котором реквизиты собачьего приюта, который он содержит. Я каждый раз опускаю туда свою сотню, потому что на самом деле, ну знаете, что называется, на счастье. Вот такой вот человек, вот тоже, между прочим, думаю, не бедствует в жизни. Дай ему Бог. Дай ему Бог. Да, это правда. Татьяна, я тем не менее не получила ответа на вопрос, а что привело тебя к этому? Потому что со студенткой-студенткой ты собрала деньги там за три дня и так далее. А что ты поняла, что ты можешь это делать постоянно? Что тебя подвигло на то, чтобы заняться этим, так скажем, на постоянной основе, хотя и в свободное от работы время? Ну, во-первых, я поняла, что это получается. И это было на самом деле ощущение, знаете, вот как у того кинорежиссера, который создал фильм «Титаник», который стоял на сцене и говорил, батюшки, я король мира. То есть у меня было именно такое ощущение, батюшки, да я вообще просто, я орел с крыльями, ребята, вы что? Я могу спасать людей. Абсолютно. Я просто, ну на самом деле, Бог спасает, но, по крайней мере, я могу сделать свою какую-то вещь, которую вот... А потом, а потом получилось так, что я пришла в больницу, вот, вот к вопросу, зачем мы все это делаем. Девочка, которая сейчас, взрослая девочка, она лежала в больнице, ей было в этот момент 15 лет, и она довольно ощутимо умирала. Ну, как бы, все, она лежала лицом к стенке, ничего не хотела, а мама сидела рядом с ней и выдумывала ей желание. Ну, типа, пока человек жив, он что-то хочет, да? А ребенку же ничего не хотела. Она ничего не хотела абсолютно, и мама выдумала, что она хочет фотоаппарат. И мы с подружкой скинулись и купили ей мыльницу. И я сказала волонтерам, говорю, девочки, отнесите фотоаппарат. А волонтеры мне сказали, знаете что, сама отнесите. Ну, я взяла этот фотоаппарат и я пошла в эту палату. Я, конечно, не ожидала, что я это такое увижу. Я была не готова. Она была, весила килограммов 30, она была лысая, с черными руками под глазами, вообще выглядела, краша в гроб кладут. Вот. И тут я почему-то что-то у меня такое сработало, и я ей сказала, знаешь что, да, на наше предложение пофотографировать, она сказала, уйдите, дайте сдохнуть. Вот. И я ей сказала, знаешь что, ты успеешь помереть? Давай мы с тобой поступим на журфак. Она вот в тот момент от стенки отвернулась. Была москвичка? Нет. Она была из деревни, но правда отличница и медалистка, ничего не могу сказать, до болезни была. А деревня российская? Это Украина, на тот момент была. Вот. Она отвернулась от стенки и посмотрела на меня с изумлением и спросила, туда же блат нужен, как же я туда поступлю. Я говорю, вот я он и есть, я твой блат. Вот. Она сказала, вы будете заниматься со мной бесплатно. Я ей сказала, нет, я заниматься тобой бесплатно не буду, я бесплатно вообще ничего не делаю. Ты мне за это здорово заплачешь, ты мне за это поправишься. И надо сказать, что она стала ржать в этот момент, что мне очень понравилось в ней. Мама-то ее как раз отвернулась к стене, в общем, и... Чтобы скрыть. Ну да. А она стала смеяться. И вот надо вам сказать, дорогие мои, что за два года мы дошли до приемных экзаменов. Приемные экзамены мы с мамой несли ее на руках. Она умирала у нас, реально умирала во время этих приемных экзаменов. Она сдала, и она поступила. Она писала творческое сочинение на журфак, конечно на заочку, конечно на заочку. Она поступала, она писала творческое сочинение про волонтеров. И вот я должна вам сказать, зачем я это делаю. В прошлую сессию на белой лестнице факультета журналистики я увидела девицу, прекрасную, как сама весна. Без меня лысую, без черных кругов. она была хороша, как я не знаю что. Я ее поймала за пуговицу, стала ее отчитывать за то, что она прогуливает античку. Она мне стала оправдываться, знаете, как оправдываются все очаровательные прогульщицы, которых живые мальчики интересуют больше, чем мертвые поэты. И я вот как раз, знаете, стояла на этой лестнице и думала, господи, за что, что так со мной я же никогда не расплачусь. Вот, так что это... Так что мой вопрос о том, как ты дошла до жизни такой, скорее всего, уже получила. Да, думаю, что... Что ты просто вознаграждена. Тань, но тем не менее, ты очень часто отключаешь комменты в своем живом журнале, понимая, что сейчас набегут люди, которые будут спрашивать тебя, а какого фига вы собираете деньги на этих детей таджикских там и так далее, и почему и что, и ты не хочешь, чтобы родители этих детишек читали бранные и неприятные слова. Не хочу, да. А вот как много этой дрянью? Ты знаешь, я хочу тебе сказать вот что. В последнее время это сильно активизировалось. В этом живом журнале есть такой счетчик вот этих блогеров, да, кто там на первом месте, кто на втором. Мне внезапно тут сказали, что я на каком-то 86-м среди всех пользователей живого журнала. Поэтому ко мне приходят эти вот самые боты, вот эти люди нанятые специально за деньги, которые приходят ко мне. Подожди, а кто их нанимает? Ты понимаешь? Мне объяснили, что их нанимают примерно те же самые люди, которые теперь топят блогера Адагамова. То есть как бы они приходят и рассказывают... Хорошая компания. Да, ну, ради бога, я умоляю. Мне очень нравится эта компания. Я, так сказать... Я и без шуток. Я тоже абсолютно без шуток. Ира, я, так сказать, стираю это в своем журнале и запрещаю им у себя комментировать. Я не хочу тратить с этим делом никаких слов. Вот. То есть в ответ на все претензии, что я вот банить, это называется, кто не в курсе, что я баню людей и не даю им высказаться, я рассказываю им, знаете, вот эти ваши разговоры, вот дохлую лошадь. Во враге найдитесь, не разговаривайте. Конечно. Мы прервемся на минуточку. Я еще раз напомню про код города 495, а также 6510996 и сайт Финам.фм и дальше смс на номер 5533, начиная с буквы Я, дальше пробел. Потому что мы теперь должны включить телефоны. И если есть звонки, мы обязательно должны будем ответить на вопросы граждан. Но, тем не менее, пока звонков нет, мы с тобой продолжаем говорить. Потому что про фонд Галчонок ты так ничего еще не скажешь. Галчонок – это на самом деле очень дорогое нам детище. Назван он в честь моей любимой, очень дорогой мне подруги, которая не стала год назад. Это Галина Владелировна Чаликова, первый директор фонда «Подари жизнь». Она была фантастическим человеком. Таких людей я знаю мало, к счастью, знаю. Одного или двух еще. Но таких людей действительно вот без всякой патетики белый свет стоит. Вот Галя не стала. Галя, ну, видимо, слишком много себя вот всему этому отдала и просто слишком много боли с собой забрала. Галина мечта была сделать фонд для именно этих детишек. Потому что... Детей с нарушениями... С поражениями центральной нервной системы. Таких детей очень много. У нас, к сожалению, в стране их значительно больше, чем на Западе. Но, тем не менее, когда вы путешествуете по Англии, Франции или Италии, вы их видите. Вы видите их в инвалидных колясках, вы видите их с сопровождающими, вы видите их в музеях, театрах, автобусах и на прогулках. У нас это ЗК, заключенные. Это те, кто не может годами выйти из своей квартиры, те, кто годами не может протиснуть выданную государством инвалидную коляску через дверной проем. Это те, чьи мамы прикованы к ним навсегда, и мамы не могут отойти, и не спят, и не едят, и заканчивают свою жизнь нормальную человеческую. То есть это на самом деле море трагедии. Действительно, тема страшно тяжелая. Кроме всего прочего, любому человеку хочется, чтобы у его доброго дела был результат. Вот, вот, да. Здесь результата не будет. Вот в конвертике есть результат. В конвертике есть результат. Понимаете, когда мы занимаемся ребенком больным, раком крови, вот, например, сейчас там у нас есть два ребенка, с которыми мы тесно пытаемся им помочь, мы знаем, что через год либо человек уйдет в ремиссию, либо мы будем плакать и его хоронить. Но так или иначе будет конец. Здесь это проблема длиною в жизни. И вот на самом деле, причем, понимаете, вот, чтобы мне отдельно хотелось подчеркнуть, пока Россия устроена так, что это проблема этого ребенка и этой семьи. А мне очень хочется переустроить ее так, чтобы это была проблема, точнее, не проблема, чтобы это была еще одна форма жизни нормального человеческого общества. Вот, чтобы это перестало быть проблемой. На самом деле, вот наша мечта такая, чтобы эти дети, если голова работает, чтобы они учились, чтобы они обязательно старались обеспечивать сами себя в будущем. А если голова не работает, чтобы они, тем не менее, были достойными своего существования, и их матери, их отцы жили вместе с ними. Совершенно верно. И что самое важное, мне кажется, извини, чтобы после смерти матерей и отцов эти люди все равно достойно. О, да. О, да. Это страшнейшая проблема на самом деле. Вот Голчонок создан для того, чтобы попытаться эту проблему решить. Вот. Мы начали работу примерно год тому назад. У нас чудесный директор, у меня чудесные соучредители, которых я совершенно обожаю, это мои замечательные подруги. В общем, тоже, кстати говоря... Мне всегда хотелось бы, чтобы ты говорила, кто конкретно, потому что мир состоит из живых людей, а не кто такой? Чудесная, прекрасная Юлия Немировская, одна из моих соучредителей, которая хозяйка салона детской одежды. Несказанной красоты, между прочим, дама со своим мужем и со своими детьми, совершенно состоявшаяся, которая приезжает на наши встречи на красивой, хорошей машинке и которая из кожи вон лезет, чтобы нам помочь. Вторая девушка, моя соучредительница, несказанной красоты, Ольга Журавская, вот рыжая, фантастическая красная девица, просто фантастическая, которая вообще живет между Россией и Америкой, и уж прям такая состоявшаяся, но дальше ехать некуда, богатый и красивый муж, замечательный ребенок, и вообще все совершенно в шоколаде. То есть, понимаете, вот такие девушки, на самом деле, ездят на неделю моды в Милан и закупаются в этих вот бутиках. Понимаете, а она, вот вместо того, чтобы ехать на неделю моды в Милан... А может быть, одновременно это тоже одно другому не мешает? Замечательно. Вот понимаете, я как раз за то, чтобы одно другому совершенно не мешало ни разу. Вот это сильно украшает жизнь. И одно, и другое. Надо сказать, что твоя директор, Настя Северина Черепанова, она тоже молодая, состоявшаяся, красивая, но тем не менее, вот пошла исполнительным директором в такой форме. Девицы вообще, все я хочу сказать, понимаете, вот... Слушайте, а мальчики у вас есть? У нас не очень много мальчиков у благотворительности в России, вообще женское лицо. Я думаю, что везде в мире. Может быть и так, но те мужчины, которые у нас есть, я хочу сказать, они вот реально на вес золота. Вот, те, кто есть. Они есть. А кто они? На самом деле, вот про чудесного человека Андрея Маслова я вам могу рассказать. У человека свой бизнес. Вот, кстати, говорят тоже о дауншифтинге. Был момент, когда он мог дальше развивать свой прекрасный бизнес и он мог бы больше, наверное, времени, сил вкладывать и так далее. Человек каждую неделю разводит моющие средства и продукты питания детям на амбулаторные квартиры. Это квартиры, где детки живут в промежутках между курсами химиотерапии. На этих амбулаторных квартирах... А кто их снимает, эти квартиры? Фонд. Фонд. Это снимает фонд «Подари жизнь». Но теперь это все в меньшей степени, потому что построена новая больница, вот клиника Димы Рогачевой, и там теперь это все больше обустроено. Но амбулаторные квартиры по-прежнему существуют, и вот он обеспечивает эти квартиры. На самом деле, дети, которые при виде него визжат визгом и ездят на нем верхом, мамы, которые его обожают... Знаете, на самом деле, фантастика. Однажды этот человек подвозил меня по жутким московским пробкам, и я сказала ему на какой-то в каком-то моменте, я говорю, «Андрей, вы сейчас, наверное, опоздаете везде, где только можно. Давайте я уже на метро доеду». Он мне сказал фразу, которую я буду помнить всю жизнь. «Я людей на полпути не высаживаю». Хорошая фраза. Она более глубокая, чем просто... Да, чем пробки, совершенно верно. Пробки, совершенно верно, да. Давайте вернемся еще к одной очень грустной теме, и тяжелой, на самом деле. Я сама человек-агностик, что совершенно не модно сейчас в нашей стране. У нас теперь модно стоять со свечкой на все праздники. Вот, я не знаю, сегодня граждане будут в пророк прыгать. Сегодня, сегодня. Вот, я, правда, все время думаю, о как много православных в новогоднюю ночь воздерживались от вина и мяса, поскольку был рождественский пост. И думаю, что не очень много, но, тем не менее, это стало модным, как минимум. Но среди нас есть люди глубоко верующие, и ты одна из них. Ты человек верующий, это я точно знаю. Да. Вот, ужасный вопрос задам. А как может Бог допускать, чтобы дети умирали? Ира, ну, во-первых, я католик, это тоже не очень модно, вот, поэтому я в прорубь прыгать не буду сегодня. Вот, а как он может допускать? Знаешь, у меня есть, в общем, мой собственный персональный ответ на этот вопрос, и он, как сказать, мне представляется, что вся наша жизнь, вы знаете, можно представить ее в виде некой комнаты, где очень много людей одновременно курят. А я вот не курю, а вы курите, а я задыхаюсь. Ну, или наоборот, я курю, а вы задыхаетесь. А в углу этой комнаты в колыбельке лежит тот маленький, самый слабенький из нас, который даже мяу сказать не может, и он задыхается быстрее, чем мы все. Ну, казалось бы, Бог-то тут при чем? Вот мы все требуем, чтобы он помог тому, кто лежит в колыбельке и задыхается. Понимаете, а ведь для того, чтобы ему помочь, надо сначала отобрать сигарету у того, кто курит. Это значит, что он должен, Господь должен ходить за нами, за каждым из нас с колотушкой. Вот я подумала какую-нибудь пакость, фига к меня по голове. Колотушка. Ага, я сделала что-нибудь еще, сделала шаг в сторону, еще раз, бах меня по голове. То есть, понимаете, вот мы хотим, чтобы на самом деле из Господа Бога получился жандарм. А он не про это. У каждого из нас есть свобода воли. Это на самом деле самый прекрасный подарок, который есть. Каждому из нас дана жизнь, и нам дано право решать, как мы ее проживем. Если вдуматься, вообще это фантастический дар, на самом деле. Вы можете самостоятельно решать, как вы ее проживете. Ребята, это вау. Это реально здорово. Если лишить человека возможности сделать всех праведниками, ну хорошо, давайте сейчас сделаем, вот это будет концлагерь праведников. Это караул. Но, к сожалению, побочным эффектом получается то, что в комнате очень накурено. И где в это время мой Бог, я отвечаю на этот вопрос. Он лежит с тем рядом, кто в колыбельке. И он умирает рядом с тем, кто умирает в колыбельке. У меня был момент, когда я сидела с годовалой девочкой, которой было очень плохо, она умирала от рака. Я даже на руки взять ее не могла, у нее все болело. Она лежала в кроватке, а я сидела, положив на нее руки, ее грела. И вот единственное, что мне приходило в голову, когда я ее грела руками, это прости Господи. Потому что я твердо знаю, где Господь в этот момент, Он вот тут в колыбельке. И я из этой ситуации вижу только один выход. Вот если мы вернемся к этому образу, вот с этой накуренной комнатой, единственный вариант, который я вижу, это подтащить табуретку и попытаться расколупать нагло заклеенную форточку. Совершенно верно. И я знаю довольно многих людей, которые с этой табуреткой тащатся к этой форточке и пытаются подтащить самых слабеньких, чтобы им было чем подышать. Скажи, пожалуйста, а вот этих людей, которые пытаются расколупать форточку, их становится больше-меньше? Ведь кругом, опять же, все говорят о том, что все ужасно, все мы бесчувственные, просто какие-то кошмарные. Вот как твое ощущение? Ракурс смените немедленно, и все будет нормально. На самом деле, становится все больше... Поподробнее с этого. Их становится все больше и больше. Их становится все больше, если мы могли друг друга, если мы перекликались 6 лет тому назад, и нас было там вот в поле один воин, а вон там через 20 километров еще один воин. На самом деле, мы ставили в ту пору, когда все это начиналось, мы ставили перед собой очень скромную задачу. Мы хотели кусочек земли размером с носовой платок под собой обработать так, чтобы на нем был волшебный сад. Да, кругом пускай будет то, что там есть, но на моем пятачке. И моя идея была такая, что рано или поздно, если со мной рядом будут люди, то этими пятачками мы постепенно закроем всю Россию. Только это я хочу сказать, что это движение разрастается. На самом деле, я не знаю, что сделает с ним этот новый закон о волонтерстве, я так и не поняла, что он нам принесет. Будешь регистрировать каждого, кто принес 10 рублей в кафе Дрова? Не буду. А тебя посадят. Да, пошли они нафиг, на самом деле. Я думаю, что все это будет... Знаете, волонтерское движение стихийно. Нельзя каждую переведенную бабушку через дорогу регистрировать в соответствующих инстанциях. Это невозможно. А вдруг она иностранный шпион? Ой, какой кошмар. Помнишь песню про пуговицы, по-моему? Да, коричневая пуговка валялась на дороге. На самом деле, я шпионов не боюсь, в отличие от Государственной Думы. Я, видимо, храбрая, в отличие от них. Я надеюсь, что не загубят это дело на корню, потому что, на самом деле, знаете, как человек верующий, я хочу сказать, что то, что людей поднимает и заставляет их прийти и помогать другому, и помогать бескорыстно, на мой взгляд, это называется Дух Святой. Если Государственная Дума решила вступить в противоборство со Святым Духом, привет ей. К сожалению, это невозможно. Это невозможно. Ну вот, не могу не спросить тебя еще относительно принятого этой вот Государственной Думы и подписанного нашим президентом, ну и Советом Федерации, конечно, одобренного, закона, так называемого закона Димы Яковлева. Я догадываюсь, что ты о нем думаешь. И, наверное, можно рассуждать так, что споршивые овцы хоть шерсти клок, и мы, конечно, будем всяко следить, чтобы сейчас много-много-много денег было выделено на сирот, и чтобы дети-инвалиды были в детских домах обихожены, так как в Америке тоже. То есть, если нельзя им в Америку, сделайте им Америку тут. Вот как ты считаешь, что-то позитивное можем мы сделать здесь и сейчас, или остается просто умыть руки? Нет, вот умыть руки это не про нас абсолютно. На самом деле, да, первая реакция, конечно, действительно сугубо негативная, и хочется начать кидаться тяжелыми предметами, в общем, что мы все уже и проделали. Вот, пережили вот этот вот первый шок от всего происходящего. Вот нас, оппоненты наши обычно упрекают в том, где вы все раньше были. Почему вы сейчас только вспомнили об этих сиротах? Уважаемые, это где вы раньше были? Мы-то раньше были как раз по этим детским домам и по этим сиротским учреждениям. Мы-то как раз раньше были там, где вас раньше не было. Да, и вот, прости, что перебиваю, разговоры о том, что вот смотрите, голосуйте, голосуйте, говорили лидеры фракции своим депутатам. Вот теперь деньги туда пойдут. Мне хочется спросить, а почему раньше там их нет? А почему раньше они туда не ходили, эти деньги? Понимаете, на самом деле, я хочу сказать, конечно, не все можно купить за деньги. Маму за деньги не купишь. Мы все это знаем, что мы будем врать себе, да? Но я хочу сказать, на самом деле, что если случилось то, что случилось, я думаю, что там еще нужно бороться, еще нужно ходить на всякие разные митинги, и вообще, нужно показывать этой госдуре, извините, Кузькину мать по всей строгости. Ну да, она нас загонит туда, куда Макар Телят не гонял, а мы ей покажем Кузькину мать. Вот и будем меряться. Мериться все равно придется, Ир. Я боюсь, что они с нами будут мериться, поэтому и нам с ними придется. Но на самом деле, из того, что сейчас произошло, надо, да, пытаться выдавить весь возможный позитив. Эти детские дома, особенно детские дома для тех детей, которых усыновляли треклятые американцы, то есть для детишек с поражениями центральной нервной системы, для детишек с синдромом Дауна. Вот эти специализированные учреждения, на самом деле, там нужно раскрыть двери на распашку. Танюш, я должна ответить на звонок, или, по-моему, он уже ушел. Ушел? Да. Можно или нет? Я не поняла, что это значит. Есть звонок? Я не могу его включить. У меня не получается. Помогайте. Нет. Я слушаю. А, здравствуйте, меня Сергей зовут. Здрасте. Вы знаете, вот вторую передачу вы услышали с вашим участием, вот, и, честно говоря, вы знаете, во второй передаче очень заметно стало, что вы практически половину передачи тратите на рассказ о себе. Вы знаете, слушайте, ровно 12 минут было сказано о моем деде и о волонтере Петере из Федеративной Республики Германия. О себе вообще не сказал ни слова. Простите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Да, следующий звонок. Да, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я хотел вот точить такую вещь. Извините, может быть, не по теме. Насколько я понимаю, все-таки у нас в Конституции, да, там должно быть бесплатное медицинское обслуживание, да, и, может быть, правильнее добиваться от государства. Не то, что правильнее, да, то, что вы делаете, это все, ну, не знаю, там. Вот, но чтобы тогда пусть там в фондах хоть чего, но не умейте сами вылечить, платите деньги и всех обязательно в порядке лечить тогда за рубежом там где-то могут. Потому что я вот не понимаю немножко вот такого. Ну, хочется, конечно, получаться в этом благом деле, но мы же не поднимем то, что вот, что должно, в принципе, объявить. Да, Дмитрий, понятно. А вы не бойтесь, Дмитрий, вы не бойтесь, на самом деле, оно тяжелое только со стороны кажется. А там подняли немножко, там подняли, вот оно уже и летит. А что касается того, что должно быть бесплатным, вот детки, которым я, например, помогаю с моим сообществом вместе, они уже за рубежом. Надо, чтобы вот все это внимательно поняли. Они уже за рубежом, они приехали в Россию, так как мы приезжаем лечиться в Германию. Просто у них на Германию никогда средств не хватит. К тому же мама не говорит там по-немецки. Да, и то, что этих детей мы лечим здесь, в России, за деньги, это совершенно естественно. Но вы же не хотите, чтобы мы лечили их за ваши деньги, за ваши налоги. Другой вопрос, что, к сожалению, наше здравоохранение сейчас устроено так, что мы и российских детей очень часто лечим за дополнительные деньги. Но здесь, понимаете как, вот надеюсь, что вы молодой и здоровый человек, трудно сказать по голосу. Боритесь. Боритесь. Идите в политику. Чего вы стесняетесь? На самом деле, почему туда постоянно идут люди, которым руки не подашь? Идите вы. Мы будем работать снизу, а вы будете работать сверху. Да, я вас слушаю. Вы знаете, вот меня, меня удивил ваш, Саш, насчет скудости русского языка. Вы говорите, что кроме определения дауншифтинга нет ничего подходящего в нашем русском языке. Слушайте, ну предложите, я очень прошу. А вот, пожалуйста, я вот здесь на скидку вам написал. Милосердие, страдание, сочувствие. Да это не об этом речь идет. А это я все знаю. Вот как назвать то, что человек, занимался одним таким вот денежным и чудесным со всех точек зрения, кроме одной теперешней для него. И потом решил, что вот в детстве он читал книжки не про это. И пойдет так он заниматься теперь тем, про что он... От чего-нибудь откажется. Да, да, да. Вот это как раз про это и есть, я сказал. И второе я хотел сказать. А почему вот вам благотворительностью занимаются в основном обычные простые люди, бабушки там, рабочие, служащие. Слушайте, да неправда это. Вот есть такой человек Ходорковский, а сколько он, допустим, на это дело денег... Вы не поверите, послушайте, можно я вам расскажу? Послушайте, послушайте, в Москве есть фонд созидания. Фонд созидания в прошлом году проводил конкурс, который меня потряс до глубины души, сельские библиотеки. Ходорковский вложил столько денег в сельские библиотеки, послушайте, по всей России, в каких-то глухих, траканьих углах, где кажется, что вообще, знаете, вот птица не пролетала, поселок Усть-Вымлага, где на самом деле вот маленький пятачок, знаете, вот туда, туда Ходорковский вложил деньги, там работает компьютер, там работает интернет, там эта библиотекарша, она не только библиотекарь, она на самом деле и советник по юрисконсульт, она и медицину какую-то им по этому интернету ищет, и эти люди до сих пор Богу молятся на этого самого Ходорковского, вы не поверите, сколько денег он вложил в библиотеки, я даже не знаю, наверное, Ирине Евгеньевне, проще спросить, во что еще он складывал. Нет, мне сильно по адресу этот вопрос, и я, наверное, в следующий раз на эту тему поговорю, чтобы не думали, что я о себе, потому что когда-то я была одним из директоров фонда «Открытая Россия», который Ходорковский основал, и у нас были много десятимиллионные бюджеты, которые мы тратили вот ровно на такие вещи, в частности, на оборудование детских домов компьютерами, на покупку компьютеров для колоний для несовершеннолетних, на то, на сё, в общем, видимо, придется об этом поговорить, но не один Ходорковский, вы будете смеяться, а из списка наших богатых людей очень многое, кто чем полезным занимается, и актеры, и олигархи, и прочее, прочее, просто в нашей стране не принято об этом говорить, я не знаю, почему, из ложной или скромности, из каких-то других соображений, а об этом, видимо, нам стоит поговорить, Татьяна, может быть, ты что-то на эту тему скажешь, почему не принято говорить об этом? Знаешь, мне кажется, иногда люди боятся показаться милосердными, общество такое вокруг, что лучше всего ты выглядишь, когда у тебя физиономия, знаешь, как вот эта тумбочка из красного дерева, и при этом ты такой крутой, прям вот сил нет, вот это на самом деле ты здорово смотришься, а если ты кому-то помогаешь, даешь кому-то какую-то денежку, ну все, мужик потек. А может быть, есть такое соображение, что вот я откроюсь, что у меня много денег, я могу помочь кому-то, и ко мне придет там налоговая какая-то, это менты, СС, пожарники, я не знаю, и это тоже есть. И это тоже есть, но на самом деле, вы не поверите, после того, как я начала заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, мне очень сильно изменилось мировоззрение. Едучи на своем крайне бюджетном автомобиле, я, знаете, теперь иногда смотрю на проезжающие мимо меня Майбахи и думаю, ёлки-палки, а вдруг там едет один из тех людей, которые, например, один единственный такой, вот я фантастический человек, называется капитан Немо, вся благотворительная тусовка про него знает, это человек, который приходит на помощь тогда, когда отказались все. Но никто не знает, кто это. И он дает такие деньги, ребята, что, наверное, он едет на Майбахи. И поэтому теперь, когда я еду мимо Майбаха, и он меня так слегка прижимает, ну, на моем логоне, я думаю, ладно, ничего. Я, Татьяна, сегодня видела тебя в начале нашей встречи очень счастливой, и ты все время говорила про какие-то случайно упавшие на тебя тысячи долларов. А у меня сегодня приехал с Украины и лег в больницу мальчик в очень тяжелом состоянии. Этому мальчику придется заплатить минимум полмиллиона для того, чтобы он, ну, хотя бы очухался, а дальше врачи скажут, будут они дальше лечить или не будут. Приехал мальчик Богдан, мальчик лег на койку, а я легла с Волокордином, потому что действительно это бешеные деньги. Вот я написала у себя в живом журнале про то, что бешеные деньги. Ребята, через два часа мне позвонил неизвестный мне человек, сказал, что его зовут Илья. А потом от него приехал шофер и привез мне 7 тысяч долларов. Видимо, Илья тоже не бедный человек. А может быть, на обойду? Наверное, нет. Я думаю, что нет, но, по крайней мере, я одно могу сказать. В общем, пусть этому Илье будет так, как ему желает папа этого мальчика. Вот я вспоминаю разговор со своей одной хорошей коллегой Зоей Ярошок из «Новой газеты», когда ей на семинаре, где мы с ней выступали, был задан вопрос. Кто больше помогает, богатые или бедные? И Зойка ответила гениально. Она сказала, помогают добрые. Добрые. Их практически одинаково. И среди бедных, и среди богатых, и среди пенсионеров, и среди студентов. Иногда меньше среди студентов, но это вопрос времени. А всех поровну. Ребята, давайте ценить себя дороже. Давайте думать о себе лучше. Не в смысле, что мы великая держава и запугаем весь мир. А сейчас пушки по нацелям и вообще все зайдутся в истерике от страха. Нет. Мы должны думать о себе лучше, потому что среди нас очень много поистине добрых людей. И мы, кроме всего прочего, хотелось бы думать свободные люди. Потому что свободный человек это человек, который отвечает не только за себя, но еще за кого-то вокруг себя. Интересно. Ну-ка, не поняла? Представь себе попугаев клетки, которого хорошо кормят и клетку чистят. Он не свободный человек. Нет, абсолютно. Не свободный попугай. И идея помогать кому-нибудь придет ему в голову последний. А вот когда вы уже свободны, когда вы уже отвечаете за себя, когда вы уже большой и по-настоящему сильный, может быть, у вас найдется немножко сил для того, чтобы помочь кому-то другому. Вот у меня сейчас есть мальчик Алеша, которым я писала неделю назад в своем живом журнале. И я получила письмо, где человек просил найти ему семью. Вот чтобы люди не думали, что все так мы и бросили, я могу сказать, что за отчетную неделю мы вышли на подмосковную опеку. Мы нашли все медицинские документы. Представляете, подмосковная опека предоставила нам возможность посмотреть все медицинские документы. Перепроверили диагнозы. К сожалению, они подтвердились. У Алеши действительно очень тяжелое заболевание. Мы ведем переговоры с одной святой, видимо, женщиной, которая хочет взять его в семью. Вот я надеюсь, что это произойдет. Вот просто не оставляйте стараний, маэстро. Мне так кажется. Я очень надеюсь, что на следующий раз мы поговорим о чем-то еще более духоподъемным. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok